привет мои дорогие в этом выпуске поговорим о том как же управлять своим временем я могу поделиться лишь только своим опытом я на своем в жизненном пути уже испытывал множество разных систем планирования и в этом видео буду делиться только тем что работает у меня потому что и перепробовал я много отсекаю все лишнее и делюсь только тем что сработало реально без лишних нагромождений без лишнего усложнения всю структуру я свел в несколько простых шагов и ты с легкостью сможешь ей воспользоваться итак поехали разбираться что нужно прежде чем начать планировать свой день нужно очень хорошо осознать свои дела и для этого я рекомендую вот что сделать тебе вот прям сейчас будет практика возьми на неделю это видео закинь его к себе в закладке и по шагам прям сверяйся все ли ты сделал правильно поэтому давай прямо сейчас вместе со мной я буду тебе рассказывать что нужно сделать ты сделаешь а потом напишешь результатах в комментариях потому что многие люди на самом деле жалуются у меня и на ни на что не хватает времени ты знаешь иногда и я могу сказать что у меня ни на что не хватает времени но однако если посмотреть то в принципе получается сделать достаточно много вот этим я и буду делиться прежде чем прежде чем начать планировать свой день очень важно разобраться со своими делами и провести небольшой анализ обозначить такую своеобразную точку а чего ты заходишь в этот процесс и для этого я предлагаю тебе просто сделать такой челлендж да я бросаю тебе вызов чтобы ты завел заметку в своем телефоне ну раньше это делали в блокноте сейчас у каждого есть гаджет неважно это android или apple и там есть такая штука как заметки ты заводишь заметку и начинаешь два дня только два дня это будет нелегко но даю тебе гарантию что твоя жизнь после этого изменится и вот что ты делаешь в этой заметки в этой заметки ты ведешь учет фактически тех действий которые ты совершаешь в течение дня и записываешь сколько уходит на это время ну допустим утром открыл глаза идешь чистить зубы почистил зубы посмотрел приблизительно по таймеру сколько у тебя это отняло времени записал зубы чищу пять минут окей дальше что у тебя там происходит я не знаю готовишь завтра к себе 20 минут выбираешь какую нужно одежду одеть сколько ты тратишь на это время еще 20 минут потом утюжишь эту одежду еще 15 минут потом записываешь сколько занимает дорога на работу и надо писать фактически что ты делал сейчас поясню для чего это все дело в том что мы очень много делаем всевозможных дел которые не являются эффективными но мы их делаем настолько автоматически мы их вроде как не замечаем но потом нам кажется что мы ничего не сделали но так устали напиши кстати в комментариях бывало ли у тебя такое ощущение что ты вроде как ничего не сделал но за день так задолбался что вот просто нету сил напиши было ли у тебя такое и вот почему я делаю такой эксперимент я настоятельно пропагандирую всем своим клиентам с которыми я работаю по поводу распределения времени сделать вот этот вот двухдневный марафон записывая фактически все свои действия что тебе это даст у тебя будет список того на что конкретно уходит твое время это очень важно то есть заводишь заметку и фактически насколько это возможно в течение двух дней все записываешь все свои действия тупил полчаса в интернете так и пишешь тупил полчаса в интернете занимался какой-то конкретной работой так и пишешь я сделал вот это вот это столько времени то есть просто по факту все 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 разговаривал по телефону с другом с подругой тоже это замечаешь и тра и записываешь сколько у тебя ушло на это время дальше дальше начинается самое интересное дальше мы начинаем работать с матрицей эйзенхауэра что такое матрица эйзенхауэра на эта матрица которую придумал такой американский президент эйзенхауэр в которой он эта система планирования эта система планирования в которой он предлагает разделить точнее скорее лучше объединить дела по нескольким категориям по срочности срочные не срочные и по важности важное и неважное и соответственно получается вот таких четыре квадрата я кстати тебе рекомендую брать лист бумаги после того как ты провел такой анализ своих двух дней и начинать заполнять матрицу эйзенхауэра что это значит какие здесь есть квадраты здесь есть дела срочные и важные как ты уже понял да что такое срочные и важные дела это как правило тушение пожаров это как правило все те проекты в которых есть какое-то жесткое ограничение по времени это все критические ситуации это те вещи которые не требуют отлагательства и когда у тебя будет уже после того как ты два дня позаписываешь все что ты делал фактически у тебя будет возможность в эту колонку вписать свои дела следующая второй квадрант второй квадрант это дела с важные но не срочные какие здесь могут быть дела обычно это дела которые мы можем заблаговременно запланировать вот здесь у меня написано на слайде профилактика что такое профилактика ну давай вот на простом примере если мы говорим даже о таких вещах как зубы да все любят ходить к стоматологу и все стоматологи говорят что к стоматологу нужно ходить как минимум раз в полгода вот это называется заниматься профилактикой да то есть мы как бы придут работаем на предупреждение чего-то да потому что когда маленький небольшой кариес его можно там небольшими затратами залечить да но если человек не занимается профилактикой то потом у него начинает болеть зуб очень сильно и этот процесс резко переходит в какие дела правильно ты говоришь важные и срочные да потому что когда у человека болит зуб он безотлагательно бежит его лечить но можно заниматься профилактикой да вот здесь в несрочных и важных делах находится планирование здесь находится реализация каких-то больших целей больших задач то есть те процессы которые мы можем заблаговременно запланировать и делать это наперед и здесь еще записан такой пункт как установление связей установление связи здесь имеется в виду межличностные отношения потому что это все-таки важный процесс но он не срочный да я поговорю со своей супругой о том как я люблю сегодня или завтра до завтра она от меня никуда не денется я могу это дело отложить да то есть вот здесь как раз таки находятся дела которые не обладают определенный определенным каким-то дедлайном и мы кстати от этого очень сильно страдаем потому что дедлайна нету ограничения во времени нету и мы к этим делам очень часто очень часто относимся как бы поверхностно давай дальше какие еще есть дела есть соответственно дела срочные и неважные какие могут быть дела срочные неважные ну допустим всевозможные сплетни сплетни пообсуждать там кого-то поговорить о чем-то поговорить о том что происходит в стране о том кто какой ролик выпустил о том кто как выглядит кто с кем спит какие еще могут быть дела срочные и неважные например срочные и неважные дела это проверка уведомлений в своем телефоне до приходит какое-то уведомление и ты уже срочно на бежишь к нему с твоему телефону его проверить а вдруг там кто-то что-то важное написал да ну вот согласись если ты будешь здесь в этом процессе искренне собой то только наверное в десяти процентах случаев к тебе на телефон приходит что-то вот поистине важное в 90 процентов случаев это всевозможные ненужные тебе уведомления то же самое если говорить о звонках я не думаю что ты находишься на таком уровне чтобы тебе поступают только срочные срочные и важные звонки и скорее всего знаете вот знаешь у нас в культуре как бы заведено что не снять трубку телефона это как бы нельзя и это на самом деле большая проблема какие еще бывают дела срочные и неважные вот в моей презентации есть такой пункт как просмотр новостей потому что почему это не важно ты можешь утверждать что все-таки это важно знать быть в курсе событий но если по-честному да то в принципе новости которые ты посмотрел утром и новости которые ты посмотрел вечером они мало друг от друга отличаются там какие-то мелкие детали и даже новости которые ты посмотрел сегодня которые ты посмотришь завтра они тоже не такие кардинально отличающиеся да и даже по большому счету если ты разрешишь себе думать следующим образом вот прям можешь на уровне убеждения встраивать себе вот какую историю что если что-то действительно важное произойдет в стране но найдутся люди найдутся способы которые тебе об этом сообщат поэтому вот просмотр вот этих бесконечных лент бесконечных бесконечных телеграм-каналов это тоже дела неважные но почему-то мы их относим в раздел срочных дел и четвертое 4 4 квадрат из матрицы эйзенхауэра это вот какие дела несрочные и неважные здесь у нас рутина социальные сети залипания во всевозможные сериалы ну и можете здесь очень много перечислить еще ваших вариантов кстати напишите в комментариях какие вы знаете дела несрочные и неважные но которые вы тем не менее все равно продолжаете делать к чему почему это важно вот сейчас в конце в конце видео ты поймешь к чему это все и как пользоваться этим инструментом сейчас ты уже имеешь представление какие дела срочные важные какие дела несрочные и неважные срочные и неважные и несрочно неважно заговорился суть не в этом суть в том что когда у тебя есть уже проанализированы этого твои два дня ты можешь фактически все дела которые у тебя были в твоем списке их распределить по каждому квадранту до по каждому квадрату и ты увидишь на лицо свою определенную картину чем ты больше всего в этой жизни занимаешься и тут есть вот еще какая интересная история история заключается в том что у каждого квадрата есть определенные эффекты договорю на таком нлп шнам языке что значит эффекты смотри если ты живешь вот напиши кстати в комментариях в каком квадрате у тебя получилось больше всего дел в каком квадрате у тебя прям список получается больше всего посмотри если ты живешь в первом квадрате то у тебя много стресса профессиональное эмоциональное выгорание и жизнь она идет как сражение то есть ты постоянно тушишь какие-то пожары постоянно возникают какие-то срочные дела их нужно сделать обязательно сделать но ты живешь как говорят в народе как белка в колесе вот в этом квадрате если ты находишься очень серьезно тебе рекомендую задуматься о том как переструктурировать свою реальность сейчас буду рассказывать как это делать дальше какой эффект есть если ты находишься во втором квадранте важные и несрочные вот здесь как раз таки если у тебя большее количество времени занимают дела важные но несрочные ты очень сбалансированный человек и ты очень хорошо можешь управлять своим временем да ты видишь перспективы и у тебя есть возможность заниматься творчеством творчеством я говорю не про рисование или какое-нибудь художество а в принципе любой процесс создания чего-либо он является процессом творческим и согласись когда ты постоянно тушишь пожары находишься вот в первом квадрате то нету возможности это не то состояние где можно что-то создавать что-то придумывать что-то креативить поэтому вот самый крутой квадрат если ты будешь стараться делать так чтобы ты большее количество времени занимался важными делами но не срочными то есть когда у тебя не подгорает не подгорают какие-то сроки дальше 3 квадрат какие могут быть здесь эффекты если ты заметил за собой то что твой день в целом больше заполнен делами срочными но неважными ты скорее всего умеешь хорошо получать какие-то краткосрочные результаты веришь в то что планирование тайм-менеджмент управление временем это все не работает потому что почему так происходит потому что у тебя есть по большому счету какие-то серьезные цели но по факту ты занимаешься делами которые неважные для тебя а вот здесь очень важно еще искренне себе признаться чем ты конкретно занимаешься иногда мы делаем себе некую подмену некую подмену важности важности дела ну давай классический пример ты занимаешься реализации какого-то своего проекта и знаешь что у твоего друга или у твоего или у твоей подруги есть сейчас идет бракоразводный процесс и тебе вроде как нужно его поддерживать или ее поддерживать да и вдруг эта подруга звонит и ты начинаешь с ней разговаривать поддерживать ее выслушиваешь ее там какие-то траблы проблемы какой ее муж там хороший нехороший плохой и так далее но это тебя не приводит к цели и здесь я кстати рекомендую задуматься о том а какую роль ты действительно играешь не являешься ли ты в этой ситуации спасателем посмотри ролик про треугольник картона на моем канале он есть и задумайся вот об этом потому что до поддерживать нужно я я не спорю но если ты хочешь эффективно распределять свое время и достигать результатов потому что почему многие люди испытывают разочарование от планирования они испытывают разочарование от планирования не потому что они там чего-то не могут или потому что они там чего-то не умеют а потому что их рабочий день там условно говоря продуктивное время дня она занята решением неважных задач просмотр не знаю там соцсетей просмотр газет просмотр новостей я говорю о тех людях чья работа не связана фактически с зарабатыванием в соцсетях примеру или я не говорю сейчас про профессиональных журналистов в чью профессиональную обязанность до входит там читать много прессы новостной чтобы быть как бы ну но это профессиональная история это скорее исключение да вот во всех остальных случаях люди разочаровываются как раз таки потому что они делают не то что им нужно делать они знают что для того чтобы им достичь какого-то результата нужно сделать 1 2 3 4 5 действий но у них эти действия не обозначены как срочные и эти действия они не обозначены как важные да потому что есть дела краткосрочные намного более важные выслушать как у подруги там муж изменяет посмотреть кто где отдыхает в соцсетях ну и там многое другое да и у таких людей которые находятся в этом квадранте по делам у них есть столько ощущения что они жертва обстоятельств что они на что-то не способны что они чего-то не могут что все вокруг все успевают а мы не успеваем вот вот здесь вот такая вот история ну и эффект четвертого квадранта он вообще самый такой на трагический я бы сказал здесь человек он вообще является таким он не ощущает ответственность он не понимает что он может на что-то влиять он очень сильно зависит от других и как следствие здесь апатия поэтому возьми потрать немного времени для того чтобы распределить свои дела по матрице эзенхауэра до на срочные и важные несрочные и важные срочные и неважные несрочные неважные и тогда у тебя получится ты увидишь просто всю картину что происходит в твоей жизни ты поймешь на что ты больше расходуешь ресурсов и почему ты имеешь те результаты которые ты имеешь вот очень очень рекомендую что дальше с матрицей эзенхауэра мы разобрались разобрались идем дальше что помогает мне кстати я могу сказать что я больше живу вот в этом квадрате дела несрочные и важные у меня занимают где-то 60 процентов моего времени то есть я занимаюсь 60 процентов своего времени теми делами у которых нету жестких сроков и таким образом жить очень легко конечно же порядка 40 процентов времени у меня занимают важные и срочные дела это всевозможные катаклизмы срочные какие-то процессы которые возникают ну мы это не можем предугадать не можем это спланировать а то что находится в делах в важных и несрочных это как правило запланированные вещи и напиши пожалуйста в комментариях в каких квадратах больше большее количество дел находится у тебя сейчас потому что в идеале в идеале нужно стремиться тоже так чтобы твои дела находились во втором квадрате вот я к этому стремлюсь уже наверное лет пять и начинал я могу сказать с того что наверное процентов 70 моих дел были важные и срочные и процентов 30 моих дел были неважные срочные но неважные не срочные важные то есть ко второму квадрату мне было вот прям очень тяжело подобраться ну это со временем со временем это все начинает очень сильные изменяться то есть вот те люди которые находятся если я очень тебе соболезную сочувствую если ты находишься все твои дела находятся в третьем и в четвертом квадрате то у тебя большая беда у тебя большая беда со временем у тебя большая беда вообще с результатами скорее всего результаты очень слабенькие в жизни будут поэтому здесь обрати внимание напиши в комментариях что у тебя получилось дальше что можно делать это что делаю я вот этот совет он как раз таки будет полезен тем кто работает удаленно я вот сейчас вот уже почти год до с апреля месяца я работаю дома я отказался от офиса и я работаю только в интернете и только через интернет и у многих людей возникает проблема что очень много отвлекающих факторов дома как минимум есть диван и холодильник которые это да я называю это намагниченные места но магнит не примагничивает нас к дивану приводим примагничивает нас очень часто холодильнику особенно когда мы работаем удаленное и находимся круглые сутки в одном и том же помещении по большому счету здесь велик соблазн лишний часок поспать лишнего съесть и лишний раз позаниматься чем-то другим и я для себя нашел вот какой инструмент работать с принтами что это значит делюсь вот как есть чтобы работать с принтами я все так же беру свой гаджет беру свой мобильный телефон и ставлю на нем таймер 25 минут я сажусь за компьютер вот у меня есть какие-то текущие дела если я не работаю с клиентом а занимаюсь там записью видео написанием сценария к видео делаю презентацию вот эту красивую желтую на черном фоне или я монтирую какое-то видео да вот рутинные все действия которые нужно делать я их делаю с помощью спринтов по 25 минут ставлю таймер и 25 минут я выключаю звук на телефоне все отключаю и 25 минут меня не для чего нет и вот эти 25 минут я полностью погружен в этот процесс когда я 25 минут отработал срабатывает таймер я обращаю внимание на то насколько я увлекся иногда бывает что я даже настолько увлекся что таймер звонит не вовремя и в этот процесс я могу себе разрешить еще там 5-10 минут поработать но как правило я прерываюсь я прерываюсь на 10 минут или на 5 минут для того чтобы сходить попить водички не знаю посмотреть какие-то уведомления на телефоне я тоже это делаю обязательно посмотреть может быть действительно были какие-то срочные звонки допустим из банка из налоговой или звонок клиента ну то есть эти все вещи мы не или жена любимая звонила но ведь этого могло не произойти то есть вот эти 10 минут которые после 25 минутного спринта я их отвожу ну на условное такое раздолбайство на ничего не делание я могу просто походить по квартире попить водички ну то есть ты сам знаешь чем ты обычно занимаешься вот эти вот несрочные неважные или срочные но неважные дела вот я на них уделяю 10 минут времени дальше ты можешь сделать вот что еще следующий спринт еще 25 минут на таймере ты можешь сменить деятельность да вот если у тебя есть задачи какие-то ну давай на моем примере у меня есть задача смонтировать видео и у меня есть задача подготовить там не знаю прямой эфир до или подготовиться к встрече с клиентом а вот две задачи смонтировать видео и подготовиться к встрече с клиентом то есть если первые 25 минут я монтировал видео прервался на 10 минут по дел какие-то дела то следующие 25 минут я делаю другое дело до монтаж видео не закончился но я сменяю деятельность и это помогает смена деятельности вообще помогает избежать на самом деле стресса и выгорания и вот я следующие 25 минут по таймеру таймер лежит я его не вижу занимаюсь подготовкой ко встрече с клиентом окей опять следующие 25 минут таймер сработал я опять делаю 10 минут себе перерыва и перехожу там либо какой-то третьей задачи либо опять могу вернуться к мантин к монтажу видео и вот работа с принтами работая удаленно мне очень сильно помогла надеюсь поможет и тебе потому что от что отменилось что отменилось отменилось стало пропали перелеты пропали передвижение практически по городу то есть 90 процентов своего времени я провожу дома до занимаясь работой через интернет и умение работы с принтами и менять сознательно деятельность очень хорошо продвигает потому что можно скатиться в нехорошую историю ну и дальше и самый последний совет самый последний лайфхак по управлению временем это всегда когда ты планируешь свой день кстати рекомендую планировать день если ты жаворнок планирую день с утра у тебя есть возможность ты встаешь пораньше и запланирую что тебе нужно обязательно сделать в этот день только реалистично определи на это реалистичное время и а если ты сова то планируй то есть если ты сложишься попозже ну и соответственно просыпаешься попозже вот словом рекомендую планировать день следующий с с вечера тогда будет эффективность лучше и обязательно когда ты планируешь свой день планируй 30-40 процентов времени в дне своем до на всевозможные форс-мажоры на всевозможные непредвиденные обстоятельства потому что многие люди сливаются условно говоря с тайм-менеджмента и разочаровываются в том что ничего невозможно запланировать потому что они не планируют время на не запланированные вещи какая может быть не запланированная вещь да совершенно любая вот у меня сейчас было все хорошо хорошо все должно идти было по плану об в банке платежи неплохо не проходят и для того чтобы мне этот вопрос решать мне нужно звонить службу поддержку связываться с клиентом ну тратить на это время тратить на этот ресурс я ожидал этого да не в ни в коем случае не ожидал я не знал что такое будет происходить но это происходит и мне приходится с этим мириться но у меня на этот процесс запланировано время потому что если бы у меня на этот процесс нет я не знал что конкретно будет да но я запланировал 30 процентов времени в моем дне да там условно говоря из 10 часов 3 часа я планирую на форс-мажоры на пожары да и как здесь быть здесь нужно во первых принять как данность что мы не можем абсолютно все спланировать и предугадать вот почему жесткие планы когда ты минута в минуту все можешь в своем дне распланировать они как правило никогда не работают они идут накладка за накладкой все начинает в какой-то момент рушится да вот именно из-за того что не заложено это время второй момент это нужно принять как данность что пожары будут всегда их нужно будет постоянно тушить и нужно на это все таки реально запланировать время ну и дальше а бывают такие дни что пожары не случаются бывают такие дни что пожары не случаются и тогда можно поблагодарить вселенную что она подарила тебе еще два часа полезного времени для того чтобы ты мог позаниматься делами несрочными но важными я например когда у меня открывается такая возможность пишу книгу кстати недавно вышла вторая глава очень рекомендую вот там где-то нет вот там где-то очень рекомендую ее послушать думаю тебе понравится там как раз таки мы говорим про энергию и про цели поэтому вот такой вот короткий обзор по тайм-менеджменту без лишнего нагромождения потому что систем очень много я не буду утверждать что в твоем случае конкретном это сработает но во всяком случае если ты хотя бы процентов 50 того что я сказал внедришь свою жизнь у тебя со временем станет намного лучше итак подводим небольшой итог всего видео что нужно сделать для того чтобы разобраться со своим временем как себя организовать да нужно потратить два дня для того чтобы запись записать чем фактически я занимаюсь вот прям по-честному искренне записать себе все свои занятия дальше работать с матрицей из инхаура распределить на срочные несрочные важные неважные там и так далее так далее да мы уже потратили на это много времени в этом видео дальше работать с принтами по 25 минут очень рекомендую возможно у тебя еще могут получаться спринты не по 25 минут а по 30 а может у кого-то будут получаться по 20 или по 15 кстати напишите в комментариях какими спринтами когда вы попробуете напишите в комментариях какой размер спринта больше тебе больше подходит именно тебе вот для меня это 25 минут иногда 30 больше я не выдерживаю а меньше я еще не успею не успеваю разогреваться по опыту могу сказать что от 15 до 25 минут но и обязательно четвертый пункт подводя резюме этого видео планируй время на форс-мажоры если ты планируешь три дела на которые ты знаешь что у тебя на каждой из них уходит по два часа запланирую еще два два часа на то что может случиться что то на что ты не можешь влиять поэтому вот такой обзор желаю тебе успехов обязательно перейди по ссылке в описании посмотри вторую главу послушай точнее вторую главу аудиокниги курс млп практика я желаю тебе успехов в управлении времени и до следующего понедельника сегодня выпуск вышел во вторник на то были определенные обстоятельства но обычно наша утренняя раскачка выходит по понедельникам успехов желаю тебе удачи